Здравствуйте! Меня зовут Светлана Родионова. Я сейчас напишу этюд Астр. Астры – восхитительные осенние цветы. Каждый год я снова и снова их пишу, и не перестаю удивляться их красоте. И, кстати, уже собирая букет, вы продумываете колорит вашего будущего произведения. Ну, это в моей голове может быть такой мусор. Но все равно, они всегда так по оттенкам каким-то совершенно интересным. На грядке их хочется всегда нарисовать. Это всегда какое-то великолепие осеннее. Намечаю рисунок сейчас не горечневыми, а какими-то холодными оттенками. У меня встретилось с фиолетовым, можно краплаком, можно с семеньким. Почему? Чтобы не создавалось ощущение потом чумазости при смешении этих красок. Вот сейчас намечаю эти цветочки. Обязательно, обязательно надо думать о размере каждого из них. Здесь цветочки большие, цветочки маленькие. Здесь цветочки, которые заставляют одну краплаченого цвета кучу. Такое пятно цвета красного, темного. И по идее мы рисуем не каждый этаж цветочек, а пятно. Вот закончилось пятно сиреневого цвета, мы его наметили. Сравниваем с ним пятно краплаченого цвета и тоже намечаем пятно розового цвета и так далее. Все эти пятна имеют разную форму, разный размер. Кусочек вазочки практически совсем не виден, но я даже постараюсь его сделать чуть-чуть побольше. И мне очень захотелось вот такую драпировку со складочками, которая будет являться вводом в нашу композицию. То есть она будет направлять взгляд зрителя к нашим виновникам этого этюда, к нашим астрам. На этапе постановки натюрможда, естественно, эти вещи должны как-то продумываться, иначе мы сами себя можем поставить какие-то невыполнимые задачи. И потом наши цветы не дождутся, пока мы их решим. Этюд это все-таки этюд, это не работа, которая продумывается годами. Мы повинуясь красоте ускользающего этого мира, вот быстренько-быстренько составляем нашу натюрмортик и пытаемся его написать таким, какой он есть. Пользуясь потом своими этюдами, мы можем выстраивать сверхсложные какие-то композиции. Но задача живописного этюда, это правильно попасть в нужный тон, тон на первом месте и цвет. Вот что и сейчас мы и будем с вами здесь пытаться сделать. Не очень большое количество краски, даже, скажем, довольно жидко разведено. Вот эти основные пятна, которые компоновались у меня, мне пока не обращают внимания на объем этих цветов. Я просто средним тоном продолжаю компоновать уже не линией, а пятном. Сейчас меня больше забудет композиционное размещение, чем свет-тень на своих, на моих вот этих цветочках. И очень важная задача, которая должна решаться, это подготовительный этап к цветовому колориту, к цветовому колориту, к всего произведения. Мы здесь пытаемся для себя решить, в каком колорите, как эти цветовые отношения, как будет один цвет к другому относиться. Вот что значит цветовые отношения. И размеры этих пятен, они сейчас становятся гораздо более нам понятнее, чем нарисованные линиями. Пятно наш мозг воспринимает абсолютно без потерь. А вот в контурной линии мы довольно часто можем делать ошибки. Графики, ребята, они умнее, скажем так, живописцев, когда они пытаются перевести видимый нами мир в какие-то графические знаки. Живописцы стараются попасть в нужный тон и цвет. И по большому счету им действительно неважно, какой мотив они рисуют. Это настолько увлекательная задача. Поиск этого цвета и тона, вернее, поиск тона и игра в цвет. Так, наверное, будет точнее. Продолжение следует... Всю эту работу стараюсь выполнять очень большую кистью. Как раз из-за того, что в руке кисть огромная, как веник, мне не дает вот это вот сражение уйти в детализацию, ненужную сейчас. Потому что сейчас другие, более глобальные задачи решаются. Нарисовать лепестки может и первоклассник, да, если он обладает усидчивостью какой-то. Силой все лепесточки посчитал и нарисовал. А вот отказаться от перечисления каких-то подробностей, тем не менее, убедить всех, что вот это пятно, наваленное краски, это и есть, это букет. Вот. Вот это как раз задача очень интересная. Может быть, вы уже от меня это слышали, но опять повторюсь, потому что на самом деле считаю этот момент очень важным. Вот сделать вот эту вот часть работы надо обязательно с одной палитрой. Если вы не чувствуете, что у вас достаточное количество времени, чтобы закрасить весь вот метр холста, который перед вами, два метра, то не стоит, мне кажется, даже начинать. Какого бы размера ни была работа, вот этот вот этап закрашивания белого надо стараться сделать за один раз. Потому что на кисти обязательно, механически даже, вот остаются эти вот нужные цвета и оттенки, которые вот вы чувствуете, как попадает туда, куда надо. Я про этюды. Я только сейчас о задачах этюда. Какие-то сложные композиции, несколько иной у них путь выполнения, ну и другие задачи, естественно. Вот сейчас вот по пятну раз, и цветочек куда-то пропал. Он должен тут быть. Мы его восстановим. И иногда вы спрашиваете, какие краски должны быть на палитре. Да какие вам нравятся, на самом деле. Вот. Потому что из разного количества, и разного вообще, из разных составляющих можно составить нужные вам цвета. И вот это как раз тоже важно. Вот сейчас на вашей палитре вот такие цвета. И вы из них составляете колориты этой работы. А завтра у вас другие цвета. И это уже будет другая совершенно история. Сейчас вот я должна сравнить белые цветы к белому фону. Да, и увидеть, что стена, несмотря на то, что белая, она плотнее цветов, ну просто буквально там, наверное, не на сколько-то тонов приличное количество. Помимо того, что она темнее, я вижу, что она и другого оттенка. И вот то, что кисть большая, посмотрите, да, она позволяет мне, захватывая вот уже здесь какие-то определенные цвета, сделать фон им общим замесом. Вместе с этими цветами увидеть, что он где-то в зеленые, скорее, чем розовые, да, по отношению к ней. И вот уточняем еще силоветы наших цветочков, пока рисуем фон. это здесь падающие тени, которые явно явно теплее, еще теплее, чем свет. И если тут зеленоватый, то тени уже буквально уже такие даже желтоватые, какие-то коричневатые, я вижу. и здесь у меня нет зеленых красок на палитре. У меня есть желтые, есть черные, и есть сегодня несколько синих, чтобы вот эти розовые и сиреневые цвета написать без лишней грязи. цвет фона обязательно попадет в освещенные части цветочков. Поэтому вот то, что я сейчас прямо вот кистью, которой крашу фон, залезаю в некоторые цветы, это естественно не потому, что мне лениво намешать этот цвет, потому что он здесь присутствует обязательно. в целом, И я хочу, И я люблю. Все. И я люблю. И я люблю. Немного. И я люблю. И я люблю. Понимаю, что фон не хочется прям сильно темнить и делать его совсем уже какого-то мрачного оттенка. У меня оставалась такая возможность сделать свои вот эти белые цветочки чуть-чуть посветлее. Конечно, этим надо воспользоваться, иначе они с фоном получились одного тона, это нехорошо. Одинаковость – это самое нехорошее, что может произойти. Когда мы ищем цвет, мы ищем разницу между этими оттенками, и все становится не так уже страшно, это не так сложно. Вот белые, вот по отношению к этому какому-то же желтовато-зеленому. Тоже самую кучу на палитре. Да, вот мы продолжаем искать именно в этих же самых отношениях, в этих оттенках, которые у нас уже были, сравнив, увидев, что она чуть темнее, чуть зеленее. Возьмите. 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 Почему-то мне хочется здесь этот край стола поместить. Что-то мне кажется, он дает. Что-то мне кажется, он дает. Чтобы нарисовать складки, надо тоже понимать эту объемную форму, как вы их рисовали. Надо шарики, цилиндры, что есть свет и есть тень. Начинаю я с теней. Сейчас постараюсь найти цвет и тон света. Ну а все полутона, они появятся потом. Если у вас блестящая драпировка, вот как в моем случае, то там появится не только полутона, но и даже блики на ней, которые как раз и создают ощущение блеска этой ткани. Правильно нарисованный блик поможет вам и бархат, и шелк. Любую материальность передать. Разбелила, но я думаю, что я втеняв, конечно, это потом дело подправлю. Я уж более неохота была свою кисточку выпускать из рук. Вот так. Что за кадром на другом? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот моя зелень. Все-таки я чуть-чуть поменяю кисть. На более мелкую. И через красные, те же красные цвета, которые использовались в ласточках, я постараюсь написать вот те зеленые сложные оттенки, которые в тени. И через красные цветы. И через красные цветы. И через красные цветы. Даже вот темно-зеленая зелень, в освещенных ее местах, где-то эта толщина всего лишь этого стебелечка. Оно светлее, чем белая стена фона. Если это не взять в своем этюде, будет вранье. Оно. Вы иногда спрашиваете меня, сколько сеансов делась она или на этом работа. Так вот, этюды вот такого размера, конечно, они делаются практически за вот те час там. Час с небольшим. Иногда я к ним возвращаюсь минут на десять, чтобы какое-то подправить какие-то детали, которые не давались по сырому, вот пока возилась краска. Работы большого размера, ну где-то уже шестьдесят, там пятьдесят на шестьдесят, шестьдесят на семьдесят, не сильно огромные, но большого все-таки по сравнению от тридцать на сорок. Они делаются у меня два-три сеанса, так как я больше трех часов уже не могу думать сосредоточенно. В общем-то, это, считайте, это вот десять часов, это три сеанса. Если работать не сосредоточенно, тогда очень многое потом приходится переделывать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я продолжаю уточнять силуэты своих цветочков. Закрашиваю, если где-то у меня остались белые непрокрашенные места. Где-то сейчас уже идет работа с формой. То есть появляется не просто пятно, а в этом пятне появляется свет и тень. Пока мне этого абсолютно достаточно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... С какой-то вниманием уделяется сейчас всем элементам моего ютюба. И вазочкам, и драпировочкам. Стараясь сохранить вот это целое, которое на этапе закрашивания. Какой-то колорит нашли. Общие ситуации, где свет, где тень, всего букета. А не отдельного его цветка. Опять же, прорисовывая складочки, я буду стараться не увлечься так, чтобы они не отвлекали внимание от букета, а всего лишь навсего подводили глаза зрителя именно к моему букету. То есть степень детализации, степень проработки решаю я. В отличие, например, от человека с фотоаппаратом. Там есть, конечно, такие условные вещи, когда только центр четко в фокусе, а остальное размазано. Но, как правило, это очень слишком просто. В живописи мы можем гораздо интереснее комбинации придумывать. Но это, скорее всего, даже не к живописи, а к композиции имеет отношение. Композиция – это сверхслужный предмет. Ну, честно говоря, не знаю, без такой специальной подготовки на каких-то видеоуроках понять и почувствовать, о чем идет вообще речь, мне кажется, быть крайне сложно. С другой стороны, у человека всегда есть какое-то чутье. Вот вы ставите натюрморт, отходите от него, понимаете, что что-то некрасиво, что что-то не так. Вот, в принципе, мозг в это время занимается как раз композицией. Если правильно найдете, что не так, и в дальнейшем сможете как бы сделать для себя выводы, да, может быть, вот. И, возможно, понимание этой композиции без специальных уроков. Но вообще, когда вы почитаете специальную литературу, например, с картинками, по композициями, то все, что вы как бы чувствовали, будет гораздо более ясным. Не только ощущение, а то есть появится вот ясное понимание чего-то там. Вот сейчас мне захотелось поднять этот краешек. Именно из-за композиции. Из-за композиции этого пятна. Вот это пятно между ними светленькое мне показалось лишним. Может, я и не права. Вот когда я его убрала, то мне показалось, что я все-таки права. Так как мы не фотоаппарат, мы можем делать картинки, которые лучше, чем фотографии. Мы должны именно стремиться к тому, чтобы наша живопись была ярче, острее фотографии. Ярче не в безумстве цветов, а в яркости и гармонии. И снова здравствуйте. Вот вы меня часто спрашиваете, сколько сеансов просыхают ли слои. Вот это было намазано вчера. Сейчас я буду дальше работать. Она, конечно, еще не просохла, вернее, даже не везде просохла. Предпочтительнее, чтобы этот слой бы высох, но цветы не любят долго ждать. Хочется написать их с натуры. Поэтому, в общем-то, идет работа по такому еще не просохшему слою совсем. Можно использовать тянущий хронт, как раз для того, чтобы было комфортнее работать. Красочные слои не мешали маму в дальнейшем проработке деталей. Но я, честно говоря, не очень люблю детализировать сильно. Самое интересное, это поймать цветовые и тональные отношения. Уже сейчас просто вот в замазанном состоянии, в таком, понятно, что это цветы, понятно, что это астры. Острее хочется делать колорит, композиционно хочется искать какие-то интересные решения. А вот заниматься проработкой деталей, ну, как бы, это не совсем в моем характере. Как я говорю, степень занудства у каждого разная. Моя не настолько высока, чтобы все лепестки на хризантеме нарисовать. Ну, я знаю, есть мастера, мастерюги такого дела, которым я отношусь с безграничным уважением. Мастер-класс. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...